Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семен и Чемоданах. С вами я, Слонян. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. И сегодня в этом выпуске вы узнаете, куда мы переезжаем, с какими трудностями мы столкнулись, как мы лишились всех наших нажитых вещей, и как у нас вообще поменялись планы. Это интересный выпуск, поэтому досматривайте его обязательно до конца. Поддержите лайками и комментариями. И погнали! Мы еще в Краснодаре, и последние, наверное, больше, чем полтора месяца я занимаюсь только тем, что почти целый день я провожу на Авито и на других площадках ищу нам квартиру, где заселиться. Каждый день что-то показывается. Бывают какие-то достойные единицы вариантов, но они, знаете, как оно появилось, и тут же ушло. То есть хорошие варианты, они отлетают прям мгновенно. И я сейчас расскажу, с чем мы столкнулись. Сейчас вроде там появилась одна квартирка, просят предоплату. Конечно, делать предоплату не очень хочется, потому что можешь нарваться на мошенников, приедешь, там либо квартира будет не соответствовать, либо ее вообще не будет, либо просто больше не будет этого объявления и так далее и тому подобное. Но как бы тут есть отзывы на Авито, но я прекрасно знаю, что отзывы можно поднакрутить. Но сейчас порешаем, а пока я вам расскажу, какие трудности были. Итак, друзья, про трудности, с которыми мы столкнулись при бронировании и при поиске жилья в Сочи. Нам принципиально было расположение квартиры в Сириусе. Мы считаем, что это топовая локация, где нам лично комфортнее всего жить. И цены, которые есть в Сириусе, конечно, они очень высокие. Примерный расчет квартир такой, что за квадрат примерно 1300-1500. То есть, если квартира 30 квадратов, то цена это примерно 40-45 тысяч рублей. Конечно, для нас это очень много, учитывая нынешние сейчас обстоятельства, которые происходят. Следующий пункт, это то, что нам было сейчас принципиально важно арендовать квартиру, которая будет находиться поближе к морю, чтобы, когда я буду уезжать по работе, чтобы Настенька с детьми беспроблемно могла доходить. Более-менее варианты по цене и по площади были за железной дорогой и за основной трассой. Это примерно где само веселое, сам поселок веселое. И дойти оттуда с детьми, тем более с тремя до моря, это, конечно, проблематично. Следующий момент, те квартиры, которые нам наиболее подходили, например, находились возле Сочифонии, возле реки Мзымта, такой достаточно прикольный райончик, есть река, есть тут же пляж. Были затыки в следующем, что вроде квартира нормальная, цена, в принципе, устраивает, а с детьми не пускают. Либо еще такой был момент, расписывают, что спальных мест хватает, что детская площадка, детский садик, школа, ты им пишешь, узнаешь, что мы с детьми, они говорят, а мы с детьми не сдаем. А зачем, собственно, вы это все расписываете? А еще немаловажный момент, это то, что при переезде нужно закладывать минимум два бюджета аренды квартиры. То есть, как правило, с вас возьмут за первый месяц, за последний месяц, возможно, возьмут депозит, а если попадете на риэлтор, то еще и риэлторская комиссия. И, конечно, выляпываться в двойную или в тройную оплату нам безумно не хотелось, потому что переезд мы рассматриваем до начала июня. В общем, смотрите, я с ней договорился, рискнул и просто написал, давайте вам сделаю тысячу рублей предоплату. Настенька тут ходила и говорила, мол, типа, да ты что, какая тысяча скорее, тысяч 10 попросят. Ну, я рискнул и написал, тысячу достаточно, и она ответила, да, достаточно. Прислала номер, сказала на WhatsApp скинуть чек, для нас забронируют. И вроде как мы договорились заехать 29-го. 27-го оттуда съезжают люди, 29-го мы заезжаем. Расположение у этой квартиры великолепное, позже покажу. Ну, да, она маленькая, но расположение и на время нам этого хватит. В общем, сейчас чуть позже посмотрим, куда мы приедем, получится ли у нас заселиться. Безумно переживаем. Сегодня будем упаковывать все вещи, то есть в наши чемоданы и будем заселяться в новое жилье. Я очень надеюсь, у нас это получится сделать. Я надеюсь, то жилье, которое мы забронировали на днях, нам оно понравится. И мы все-таки останемся там жить. Но об этом мы, естественно, узнаем. Наша задача будет сейчас собрать все чемоданы. У нас их три. Сумки, пакеты какие-то различные. До собираться. Я начинаю записывать это видео еще, получается, за парам-пам. Раз, два, за три дня до отъезда. Но будем плавно сейчас все это дело паковать-паковать. И в путь. Первый чемодан, который мы будем забивать, это наш старый чемодан. Второй наш старый, первый уехал с вещами. Ручку нам оторвали в Турции. Видите, у нас тут даже бирки еще есть, вот как мы прилетели. Это ручки, которые мы основали в Турции. Я теперь буду это Максисто всегда припоминать. Вот, видите, Домодедово, мы возвращались из Турции, в Москву, а не в Краснодар. В этот чемодан мы будем упаковывать всякие детские вещи, которые не нужны уже будут. Но нужны будут, когда станет более-менее тепло. Поэтому мы сюда подальше. Ну, а в других чемоданах будем распихивать уже Насенькина и Мирона. А во второй, мое нужное на первое время и пацанов. Сейчас еще нужно написать хозяйке этой квартиры, что мы будем уезжать не 31-го, как по договору, да, типа у нас, а чуть раньше. Так, сейчас мы и напишем. Добрый день. Хотим съехать 29-го. Последний день у меня какой-то жестокий недосып. Сейчас отправил всех своих на прогулку. Мне нужно сделать по дому кучу отдел. Через сегодняшний день, если не считать, только следующий. В общем, через один день мы совершаем переезд. Нам нужно всю квартиру, так сказать, убрать. Здесь все отмыть. Все косички, которые мелкие, если какие-то всплывут, сделать. Дверки какие-то подкрутить. Всю мебель отодвинуть. Все промыть. Чтобы хозяйка, когда приехала на прием квартиры, сказала, что все хорошо. Мы всегда оставляем после себя жилье в лучшем виде. Даже иногда в лучше, чем оно было до нас. Уже сегодня нам нужно максимально подготовиться, чтобы завтра вечером, когда мы уложим детей, произвести только небольшую, так сказать, влажную уборку. Проснуться, придет хозяйка, все проверит, отдать ей ключи и двинуться в путь. Ребятки, я еще хотел вам рассказать про ту квартиру, которую мы забронировали в Сочи. Кайф заключается в том, что она находится прямо на первой линии. Прямо на первой линии в Сириусе. Это улица Цемлянская, дом 35 или 37, что-то такое. У нас должно было быть свое парковочное место. Цена квартирки всего лишь 28 тысяч в месяц плюс залог. Но у этого всего есть минусы. Первый минус, конечно же, то, что мы уже жили в Сочи. Мы уже жили в Сириусе, мы там все знаем. Ребята, мы достаточно долгое время прожили в Сочи. Посетили просто максимум всего, что здесь можно посетить. И написали свой авторский гайд. Цена этого гайда всего лишь 490. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Сочи с удовольствием. Там есть все, начиная от Лазаревского района до самой Красной Поляны. Чтобы приобрести, напишите либо мне в директ, либо Настеньке в директ в инстаграм. Приобретайте, изучайте и путешествуйте. И это немножко нарушает наши внутренние, как говорится, потребности. Мы посидели, посовещались и даже подумали, что если мы приедем в Сочи, мы отчасти себя предадим открывать для себя новые города для жизни. Следующий минус был в том, что квартирка эта маленькая. Всего лишь 32 квадрата. Она хоть и однокомнатная, есть разделение, но 32 квадрата для нас, я считаю, что маловато жить 2 месяца в такой квартире. Есть плюс у этой квартиры, это то, что она новая, там сделан новый ремонт. А еще минус у этой квартиры заключается в том, что это маленькие одноэтажные, двухэтажные строения, которые в притирку друг к другу стоят. Там хоть и есть два окна в квартире, но в эти окна даже не открыть, в эти окна даже не посмотреть, потому что ты смотришь в стену другого дома. Соответственно, света в этой квартире будет мало, если только от лампочки. А еще минус, который нас окончательно подверг, так сказать, отказаться от этой брони и отказаться вообще переезжать в эту именно квартиру в Сочи, это то, что стиральной машинки нет в самой квартире. Стиральная машинка общая и находится на этаже. И как-то нам пользоваться общей стиральной машинкой с другими людьми как-то не по себе. Ну, мы, по-моему, переросли этот момент. Одно дело даже с такой стиральной машинкой заехать на 2-3 дня, а другое дело жить 2 месяца. Небольшая предыстория. Перед тем, как забронировать жилье в Сочи, мы очень долго думали, куда нам все-таки переехать, потому что жить в Краснодаре мы больше не можем. Думали-гадали, думали-гадали. В итоге, знаете, как получилось, что... А давай поедем в Сочи по ряду определенных причин. Окей? Давай. И тут совсем недавно, на днях, друзья, я поехал в Геленджик по рабочему вопросу, и все изменилось. Смотрите. Слушайте, это что-то нереальное. Я вот вернулся из поездки, из Геленджика, да, вот в выпуске, посмотрите. И мы сидим, гадаем, что нам делать, нам завтра уже съезжать. У нас в Сочи забронировано жилье, уже мы даже скинули предоплату, и понимаем, что мы не совсем хотим туда ехать, потому что по нашей как бы жизни, по позиции, да, такой жизненной, мы любим открывать для себя что-то новое. Мы пожили там, пожили там, и хочется выяснить для себя, где бы нам хотелось бы жить подольше. А получается, что сейчас снова вернуться, типа, в Сочи? Ну, короче, решаем. Вот мы сейчас начали обзванивать квартиры в Геленджике, и думаем уже забронировать себе квартиру там. Куда она сейчас занесет? Я вообще не знаю. Мы странные. Мы реально, мы странные. Вы даже не представляете, насколько сейчас произошел у нас геморрой и перестройка всех наших планов. Мы написали хозяйке здесь, в Краснодаре, что, мол, Ирина, мы завтра не можем съехать, давайте будем съезжать только 1 апреля. Как бы встречу перенесем. В итоге параллельно решаем с квартирой, с хозяйкой, с Геленджиком, чтобы ее забронировать. В итоге вроде нормально, и все как бы окей, хорошо. У нее бронируем, переводим ей предоплату. С этой с хозяйкой, с Краснодарем мы договариваемся на первое. В Геленджике тоже на первое. И сейчас вот решаю уже непосредственно с квартиркой в Сочи. Я вам покажу. Время не видите? Почти 11 вечера. И я уже думал, что все, я сейчас пойду спать, отдыхать, потому что я сегодня не выспался. Очень сильно устал с дороги. Но нет же. Вы же помните, мы недавно отправили вещи. Так, смотрите, мы все вынесли. Вот такой у нас объем. Сейчас ждем водителя и будем загружать. Но моя команда шикарная. Мы настолько быстро все сделали. Один помогал, второй держал лифт. Настенька следила за вещами. Вообще красота. Номер телефона все. Да, да, да. Все. Погрузили. Так вот, представляете, когда я был в Геленджике, я узнал, что водитель, который вез вещи нам, он попал в ДТП. Но, как он сказал, он попал не в сильное ДТП. У него там что-то с колесом. По факту, представляете, вот все, что мы нажили, все приехало туда к родителям просто в хлам. Уничтожено 95% всех вещей, которые мы покупали и отправляли. У него, причем, это все высыпалось по дороге. Он что-то собирал. Скорее всего, что-то даже не собрал. Потому что мы, судя по кадрам, которые есть от отца, мы просто недосчитываемся многого. А там была и техника, и дорогущий компьютер, и монитор, и детские игрушки, и лего. Это вообще-то просто столько денег. Я вам сейчас кадры прикреплю. Ну, вы только посмотрите, что произошло. Системник. Монитор целый. Бижанка. Бижанка. Чемодан. Здесь спазы. Лего. Отдельный. Вот, понимаете, это должно быть чемоданом. Потом колесос. Нижняя часть. Верхняя часть. Соковыжималка. Короче. Книжки. Отсюда. Вот эта коробка. Из-за. Ее, Ящик. Донбир. Так. Так. Всё. 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 по этой коробке елочные игрушки это вот машина разворочена вся дырень такая все увидено и конечно попросил отца сразу же сделать опись ущерба согласно фото видео фиксации и так далее вызвали уже хозяина машины я с ним тоже связался вообще как так как такое может быть причем он тоже не был в курсе водитель это просто скрыл эту всю информацию я не знаю что будем делать но просто знаете вот так вот по щелчку мы остались вообще без всего чего наживали по сути это можно было даже не отправлять туда в москву а просто помойку отсюда отнести все это это хотя бы кому то досталось и сейчас все что мы отправили можно просто выкинуть в мусорку просто все выкинули наступило утро мы вчера закинули значит деньги за новую квартиру в геленджике вот а нас будет с 1 апреля 1 апреля мы поедем утром сразу первое что я сделал я детям рассказал о том то что игрушки их не и огромное количество наших вещей к сожалению больше не будет у нас мы рассказали про лего дети очень сильно расстроились очень сильно я им объяснил что что по ней не переживали моя задача решить вопрос с хозяина машины и будем как-то добиваться определенных выплат за порчу порчу блин почти всего нашего нажитого имущества не знаю получится не получится но вроде пока по словам как бы должно все получиться ситуация конечно безумно грустная так спустя полтора часа я закончил полностью убирать детскую комнату была произведена чистка дивана то эти было очень сложно без пылесоса это делать соответственно чистка ковра он прям как новый стал комод и остатки детских игрушек вот так вот сложено это все что у них осталось и на самом деле фраза все что у них осталось она действительно такая есть потому что я уже говорил да ранее водитель попал дтп и нам привез наш груз просто уже все почти 95 процентов непригодном состоянии это можно смело сейчас отнести на помойку единственное ждем скорее все буду делать экспертизы чтобы вернуть хоть какие-то деньги поэтому пока это ничего не выкидываем я на самом деле почти уже все закончил устал конечно неимоверно это еще такая основная причина почему мы вообще не хотим больше рассматривать краснодар как для жизни ну по крайней мере ближайшие наверное лет сколько там 10 потому что здесь постоянная стройка не дорог из-за этого постоянная пыль плюс нет деревьев которые хоть что-то в себя впитают и получается что дома когда открываешь окно на проветривание всегда сразу залетает сажа и окна сколько бы мы не мыли я сейчас вам покажу вот видите окно на проветривание стояла после уборки вот прям таким следом задувает собственно открываем окно и окно всегда находится в таком состоянии я его мою ну вот видны следы что я его мою и буквально через день вот такая вот херня постоянная ну и соответственно видите как вся такая грязь так друзья мои коль мы про недвижку сегодня разговариваем приехали в какой-то райончик как он называется жека прогресс в этом значит находится по пути в ейск в краснодаре вот сонька здесь купила квартиру в общем 2 600 однокомнатная 28 квадратов о чем и смотреть ее не будем вообще первое что я здесь сразу заметил что очень сильно бросилась горлоза так это посмотрите сколько много парковочных мест и это при том что сейчас уже вечер 8 вечера прикиньте и соня говорит что этот район строился по той схеме что на каждую квартиру закладывали они три парковочных мест на т.е. три машины на каждую квартиру из-за этого здесь просто с парковками не бывает никаких трудностей чем и кухня есть балкон шкаф и комната 28 квадратов в общем я это снял вам показать что вот какие сейчас цены в краснодаре то есть раньше эту квартиру можно было бы наверное за лям или за полтора даже купить сейчас вот 2 600 это вот прям минимум минимальная цена рынка в краснодаре сейчас хочу вынести и загрузить в машину все что связано с палатками и такая ностальгия на крылом видите все вот так вот разбираю и так хочется куда нибудь стартануть развести костерчик поставить мангал за ночевать оба сейчас буду все это дело укладывать уже в машину так я тут подумал как мне справиться тема родя одевайтесь моя поддержка вот мы уже все и собрали мы уже так сказать на низком старте нам осталось только завтра догрузить машину дождаться хозяйку сдать и квартиру отдать и ключи двинуться в путь доехать заселиться в новую квартиру и надеюсь у нас все получится но обо всем об этом уже будет непосредственно завтра видео вот такой вот выпуск у нас с нами получился но на части очень грустный отчасти он веселые интересные и но вот как-то так у нас получается уже завтра вы узнаете куда мы переедем куда мы заселимся где мы будем жить я надеюсь у нас это получится сделать и организовать очень надеюсь что все пройдет гладко с вас как всегда прошу поддержки это сейчас очень сильно важно но я пошел пока